Ваше Высокопреподобие 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 Великая Княгиня Елисавета Федоровна Является одной из наиболее целостных натур в истории Когда мы пишем житие святого Мы, как правило, выбираем некоторые факты Из его жизни, из биографии Когда я ознакомился с биографией Великой Княги Елисаветы Федоровна впервые То убедился, что вся ее жизнь Вся ее биография Это житие Это удивительно То есть Из жизни этой святой Не надо делать никаких вырезок Никаких купюр Для того, чтобы Писать о ее святости Вся ее жизнь очень целостная Это жизнь, как единое восхождение От силы в силу И, конечно, в какой-то момент Ее святость Она проявилась явным образом Для всех Конечно, это событие Смерти ее супруга Когда он был убит И когда она посетила убийцу Принеся ему прощение То есть Вот подобный поступок Говорит о том Что это человек Который перешагнул Обычное Человеческое измерение И то, что происходило дальше Это уже Шествие Небесного Ангела по земле Поэтому В данном случае Вне зависимости От ее кончины Мученической Мы имеем Жизнь святой Причем святой Уникальный Во многих отношениях Во-первых, конечно, она Не может быть ни с кем Идентифицирована Она совершенно Уникальна В своем жизненном пути Ее жизнь Можно рассматривать Как это Единение вещей Несоединимых А в ней они не только Соединились Но соединились Очень органично Без Каких-либо Внутренних Противоречий Она приезжала К высшему Сословию Она Была Сестрой императрицы Величайшей державы В то же время Была доступна Для простых людей Реально доступна А не просто Снисходила К простым людям Вот это Соединение Самого Высокого Достоинства По происхождению Самого Простого Обращения С самыми Бедными Убогими людьми Свойственно Очень малому Числу людей Она воспитывалась Протестантинами И вполне Восприяла Эту традицию Традицию Социального служения В том числе И в то же время Пришла В наиболее Сакраментальную В наиболее Мистическую Ветвь христианства В православную Церковь И вот эта Сакраментальность Жизни Мистическое чувство Ей также Оказалось Вполне Несвойственное У нас бывает Противоречие Между Такой деятельной Социальной Активностью И молитвной Социальноточенностью В данном случае Мы имеем И то и другое Она не только Сказала Она это сделала И сделала Самой собой Это деятельное Служение И созерцательное Такой имени Недостой Для учащих Выучащих Женокомеджений Но помой Несвой Господи Исправление Жизни Явно Света Преподобна Господь Наш Христу Богу Придади Исправление Светлый Ангел И в Русской Православной Церкви Совершенно Особое Лицо На Небослоне Святых Совершенно Особое Лицо В Истории России Так же И Русской Церкви Нет сомнений Что Значение Ее Будет Только Увеличиваться Со временем Уже В настоящее Время Существует Множество Храмов Ей посвященных На территории Руси Множество Общин И Сестричеств Носящих Ее имя Нет сомнений Что Путь Ее указанный И пройденный Станет путем По которым Будут Идти Многие Последователи В любом случае Великая Княгиня Является Небесной Покровительницей Не только Тех мест Где она Бывала При жизни Где она Кончила Свою жизнь Не только Москва Москва И Алапаевск Место Прославления Но место Прославления Вся русская Церковь И более того Вся вселенская Церковь На нее На нее Как на образец Христианский Добродетели Уже указывают Не только В православной Церкви Но и в церквах Инославных И на нашей Епархии Епархии В которой Находится Город Лапаевск Конечно Лежит особая Ответственность За прославление Подвига Этой Святой За Должное Почитание Ее памяти Действительно Нет никакого Сомнения Что мы В особой степени В наибольшей степени Находимся Под покровительством И под подпечением Этой Святой За веру Порославлю Даже за след Бестоящей И воспилоти Вон Единый Встретим Сердце Амбекуя 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 Радуйся Путем Будет Встречающее Спасение Амбекуя Необходимо отметить Что в истории церкви Зачастую Место На котором святой Завершил свой подвиг Почиталось Более чем То место Где он родился Жил Провел большую часть Своей жизни В этом плане Алапаевск Является Голгофой Великой Княгиней Иллисой Федоровой Сам Почитаю место Христианской Христианской Традиции Это конечно Место В распятии Иисуса Христа То место Где высоединилась Земля Небесная Где по сути Совершился Величайший переворот В истории мира То место На котором Господь Произнес Совершилось То место Тот час Ради которого Господь Пришел на землю Именно это место Почитается В наибольшей степени В большей Чем место рождения Христа Чем град Назарет Чем любое другое место Связанное Жизнью Спасителя Нет сомнений Что И Алапаевск В этом смысле Будет местом Особого Почитания всех тех Для которых Имя Великой княгини Ильи Святой Федоровны Является Значим Для которых Жизнь И подвиг Великой княгине Являются ориентиром Для их собственной жизни Ильи Святой Федоровны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok